добрый день дорогие мои друзья вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитьё сегодня наша тема качели и мы рассмотрим с вами два варианта вариант первый это когда качели у нас будут без стоечки сзади спинка сзади обыкновенная и вариант 2 когда качели будут переходить в стоечку то есть сзади у нас на спинке будет стоечка сантиметра 3 высотой и впереди будут выкладываться вот такие вот симпатичные качели и так вариант номер 1 у нас как всегда есть базовая конструкция базовая конструкция полочки и базовая конструкция спинки вот этот вариант подходит но многим многим и многим самый простой давайте поймем как мы будем работать с этим первым простым вариантом стоечки у нас сзади нет итак смотрите какой результат у нас получится вот это будет скип ткани вот это будет наше плечико а сам верхний срез вытачка вся уходит в него вот это линия она будет являться как бы линии горловины для полочки для спинки линия горловины будет самое обычное это в том случае если вы не расширяете горловину не расширяете горловину со стороны шеи что ли нашей да то есть вы можете сделать на целом плечики такой вырез когда у вас ширина плеча 13 сантиметров сохраняется а можете сделать на форме выреза лодочки это когда вы ширину плеча сокращаете ну допустим на половину или чуть меньше я возьму другой карандаш как скажу вот да как это делается вот допустим здесь вы выбрали себе что вы хотите на расширенной горловине сделать и тогда ваша выкройка будет выглядеть вот таким вот образом но и на спинке соответственно тоже вы измеряете вот это расстояние откладываете его вот сюда и соответственно оформляете горловину спинки каким-то вот таким вот образом горловину спинки вы обрабатываете обыкновенной обтачкой любым удобным вам способом а вот горловину полочки вы обрабатываете за счет цельнокрайонной обтачки давайте рассмотрим это на первом варианте например вот так вы должны зеркально отразить вы хотите чтобы эта точка у вас была ну скажем какая то вот такая вот вот такой формы да для этого вы зеркально просто отражаете давайте посмотрим как это сделать положили сюда так обвели вот и зеркально отобразили вот в этом месте мне собственно говоря нужно только вот эта точечка значит вот сюда это уже припуск на обработку но обработка горловины любым понятным вам способом хотите обтачкой хотите чем угодно делать вот это самый простой первый вариант какие здесь неожиданности нас могут подстерегать давайте посмотрим вот на такую картинку вот у нас есть человек так плечики шейка рукава ручки и вот смотрите вырез вот этот вырез здесь у нас грудки находятся какова его величина давайте определим насколько глубоким получится у нас вот этот вот вырез насколько открытыми у нас окажутся эти качели если вы сохраняете плечо целиком плечо у вас 13 сантиметров да значит вам нужно измерить на нашей получившейся выкройке вот это расстояние у меня но 25 сантиметров расстояние от сгиба полочки до плечевой точки вот это расстояние у меня 25 сантиметров вы подошли к зеркалу нашли у себя вот эту точку и опустили 25 сантиметров вниз таким образом вы начинаете понимать вам нужно вырез больше или вам нужно вырез поменьше наоборот сделать да то есть какой глубины вы хотите получить свой вырез давайте начнем с того что вы хотите сделать вырез побольше допустим вы выбираете сюда вот такое вот расстояние скажем 30 сантиметров вам надо вырез сделать ну мало ли у вас может быть грудка низкая достаточно да и вам хочется это расстояние расширить насколько вы хотите расширить значит здесь у нас 25 а мы хотим получить 30 сейчас у нас 25 а мы хотим получить 30 значит нам не хватает 5 сантиметров добавляем вот сюда 5 сантиметров так но где же взять а вот где их взять нужно просто сгиб нашей ткани сгиб нашей ткани отодвинуть то есть саму выкройку положить не прямо к сгибу а положить на расстоянии 5 сантиметров от этого нашего сгиба и тогда мы получим то что мы хотим то есть вырез у нас станет поглубже но тогда здесь пропадает прямой уголочек сладко стало быть его нужно восстановить давайте сделаем это восстановим вот так вот перпендикуляр снова уже из этой точки длина этого перпендикуляра будет 30 сантиметров и соответственно зеркально нарисуем ну как то вот так вот вот так может быть немножко нарисуем вот эту обтачку все мы с вами задачу решили все аналогично если вы укорачиваете плечо и делаете с какой-то другой точки вот это так решается задача и таким образом вы можете немножечко варьировать вот этим расстоянием добиваясь той глубины выреза какую вы реально хотите получить в своем собственном случае то есть вот это расстояние у нас может с вами контролироваться значит случай когда оно должно быть больше мы с вами разобрали а когда нам надо его уменьшить мы с вами разберем чуть позже потому что уменьшить мы можем за счет укорачивается вот эта линия за счет того что здесь появляется дополнительная складочка и фалдочка то есть сохраняется остаточная нагрудная вытачка об этом мы поговорим с вами чуть позже и сейчас я предлагаю рассмотреть вариант номер два напоминаю мы хотим сделать все то же самое но плюс к этому ко всему мы хотим сделать сзади стоечку давайте посмотрим какие здесь у нас возможны варианты опять начинаем с того что мы берем базовую конструкцию вот она у нас базовая конструкция да так и я не буду спешить нарисовать чертить вот эту серединку переда если бы ну начнем все с того уже как мы проходили давайте также сделаем мы хотим сделать этот вырез на естественной вот такой вот горловинки то есть это будет у нас так и если бы у нас не было с вами вот этой стойки мы бы сделали вот такую историю и все на том бы мы успокоились и сзади мы работали теперь я хочу стойку если я хочу стойку значит я должна подняться повыше на три сантиметра допустим я поднимаюсь вот так на 3 я поднялась да и теперь мой вырез будет уже выглядеть верхняя часть горловинки будет выглядеть вот таким образом здесь получился уголочек надо его сгладить как его будем сглаживать от этой точки в сторону проймы еще три сантиметра отложим и линию перехода оформим плавно вот так у нас будет выглядеть плечико все остальное сохраняется но то же самое же нам нужно сделать и на спинке посмотрите мы сделаем стойку цельно выкроенную пока она не очень хорошо ложится требует подводки но тем не менее мы посмотрим как это будет мы разные варианты разберем случае цельно выкроенной стойки для того чтобы получить цельно выкроенную стойку посмотрите мы хотим на три сантиметра подняться здесь с ты у нас сгиб ткани поэтому мы рисуем его вот так на 3 сантиметра мы хотим здесь подняться на три здесь и на три здесь мы хотим подняться и верхняя часть стойки у нас рисуется вот так значит здесь три сантиметра и сюда мы отступаем тоже три сантиметра и оформляем стоечку вот так мы оформили нашу стойку но остальное все как учили вытачка это сохраняется и так далее что получается у нас с обтачкой ну обтачку я предполагаю делать тоже со швом по плечевому шовчику то есть обтачка будет выглядеть впереди допустим окончательный вариант у нас давайте зеленым карандашиком оформим вот так обтачка впереди цель на выкроенная я ее сделаю вот такой и сзади я сделаю обтачку вот такой но сзади она не будет получаться цель на выкроенная потому что горловина спинки она не получается прямой если вы попытаетесь ее сделать прямой все равно на фигурке у вас будут какие-то переделки и доделки если здесь можно сделать цель на выкроенную эту обтачку отобразить вот сюда вот так вот наверх ну и соответственно вот так вот скопировать с помощью кальки и у вас получится то что вы хотите я условно делаю вы понимаете меня да то в этом случае вам нужно вот эту обтачку подкроить отдельно ход моих мыслей я думаю вам достаточно понятен это все получается довольно просто но повторяю на практике в жизни у вас может быть потребоваться какая-то подгонка прилегание вот в этом месте может оказаться не совсем таким корректным какое вы хотели бы видеть и поэтому еще один вариант может быть более сложной технологической обработки я рискну вам предложить в следующем нашем выпуске и так дорогие друзья еще один вариант мы сейчас с вами сделаем на ткани это вариант вот такой с цельнокрайонной стоечкой сзади что мы для этого делаем нашей базе мы рисуем вот так у нас было бы если бы мы оставляли без стойки значит нам нужна стойка мы поднимаемся на 3 сантиметра вверх теперь у нас уже отлет вот так вот эта часть вот эта часть стоечки сдвинемся вот сюда чтобы вам было хорошо видно так и я сглаживаю вот этот переход 3 сантиметра тоже суда откладываю и вот такой переход сглаживаю и припуск я добавляю полтора сантиметра здесь большой нельзя припуск делать вот так вот так вот так и вот так ну и конечно мне нужно еще потом вырезать вот здесь какой-то кусочек я не знаю как чтобы поточнее вырезать я его вот так вот пока вырежу вырежу его вот так а потом я его от зеркала а что на спинке давайте на спинке посмотрим на спинке тоже 3 сантиметра сюда отложили нам нужно поставлю нам нужно так спинку на видно видно спинку вот это средний шов по спинке я еще на свой манекен вот сюда его при при немножечко приталиваю потому что у меня манекен перегибистый оказался вот это припуски мы нарисовали а теперь мне нужно добавить 3 сантиметра стойки вот они 3 сантиметра стойки так потом вот так потом вот так потом вот так потом как-то меня идет вот так и вот стоечка сзади у меня получилось примерно вот таком вот виде вот таком да значит здесь у меня тоже три сантиметра от этих трех до этих трех я сглаживаю переход вот так я его точно сгладила и дальше уже идет как обычно добавляем небольшой припуск по сантиметрику здесь и по сантиметрику на плечевом шовчике вот здесь добавили так и вот так вот мы это оформим поставим рассечки будем все это вырезать припуски вот сюда добавлять не буду вы потом стоечку вот вот такую вот обтачку подкроете и все посмотрите какой домик над вытачкой получается у нас опять эксперимент и опять не знаю что нас ждет на выходе и ткань у меня конечно не трикотажная очень плохо работать с такой тканью когда она не тянется вот почему я не люблю макеты потому что когда вы работаете с макетами вы работаете обычно с такой с таким материалом который абсолютно не соответствует свойства предполагаемой вами ткани поэтому будет разная картинка ну нам надо понять технику мы постараемся это сделать вот а теперь здесь ну и здесь ничего особенного я просто показываю как я делаю на практике вот эти вот отображающие цельно выкроенные обтачки я думаю что вам все это понятно ну и конечно не забудьте поставить рассечки здесь я этого не показала по переходам от плеча к стоечке там у нас идет вогнутая линия и без множества рассечек на этом месте у нас конечно ничего бы не получилось эти рассечки оставила и потом еще оттягивала припуски поэтому у меня вышло то есть сметку нашего изделия переведем сейчас выточки на эту сторону и все результат я покажу вам уже итак посмотрите что у нас получилось даже из этой совершенно не подходящий для данной модели ткани сухая хлопковая практически никуда не тянущаяся ткань выкроена еще не по косой а по долевой линии но тем не менее цельнокроеная стоечка с качелями без остаточной выточки никакой остаточной выточки здесь нет и получилось вот так вот вполне вполне себе пристойно сейчас я постараюсь показать как у нас получилась спинка раз мы его как-нибудь развернем вот посмотрите как при этом выглядит наша спинка по моему тоже все очень даже неплохо сейчас посмотрим еще как выглядит переход и вот так вот сбоку достойно выглядит переход если вы сделаете все точно так же как сделала это я но выполните это все из трикотажного полотна цель на выкроенной по переду обтачкой и обтачкой приточной со стороны спинки то я думаю что вам такое решение воротничка качели вместе со стоечкой очень даже понравится всего доброго всегда ваша галина коломейка